За прошедшую неделю, в период с 13 по 19 августа, украинские военнослужащие 3805 раз обстреляли прифронтовые территории республики. Противник 3308 раз применил тяжёлую артиллерию. Помимо этого, огонь вёлся из миномётов, вооружения БМП, гранатомётов и стрелкового оружия. Интенсивным обстрелом подверглись населённые пункты вдоль всей линии соприкосновения сторон. За неделю огнём украинской артиллерии разрушено и повреждено 72 домостроения в Зайцево, Ясиноватой, Горловке, Докучаевске, а также в Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка. По районам населённых пунктов Тельманово и Стыла с позиций украинских артиллерийских подразделений было выпущено более ста запрещенных минскими соглашениями снарядов РСЗО «Град». В течение недели наблюдательные пункты российских представителей СЦКК трижды были обстреляны с позицией ВСУ. Огонь ввёлся из артиллерийских орудий калибром 122 мм. Руководитель российского представительства СЦКК вынужден был обратиться к Министерству обороны Республики с просьбой об усилении мер безопасности для офицеров, которые находятся на пунктах наблюдения вблизи линии разграничения сторон. Наша разведка продолжает фиксировать факты перемещения запрещенных минскими соглашениями техники и ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения, в результате которых была увеличена группировка сил противника. Так выявлено нахождение на Горловском направлении до взвода РСЗО «Град», до батарей 152 мм гаубиц «Акца», до двух батарей 122 мм гаубиц «Гвоздика» и двух танковых рот и до взвода 82 мм минометов. На Донецком направлении до взвода РСЗО «Град», до батарей 152 мм гаубиц «Акца», до двух батарей 122 мм гаубиц «Гвоздика», до батарей 122 мм гаубиц «Д-30», до роты танков, до двух батарей с 120-мм и 82-мм минометов, а также до роты грузинских наемников и инструкторов. На Мариупольском направлении до трех батарей СЗО «Град», 152-мм «САУ «Акация», 122-мм «Габбитс Гвоздика», до взвода танков и до взвода 120-мм минометов, а также до 400 человек личного состава батальона «Горынь». Отсутствие техники ВСУ в местах отвода также подтверждает и миротворческая миссия ОБСЕ в своих ежедневных отчетах, публикуя факты нарушения украинской стороной минских соглашений по отводу тяжелого вооружения. Так, на этой неделе в местах отвода представителями миссии ОБСЕ было зафиксировано отсутствие техники ВСУ. 152-мм «Габбитс Д-20» 29 единиц, 152-мм «Габбитс Акация» 28 единиц, 152-мм «Габбитс Геоцинт» 12 единиц, РСЗО «Град» 12 единиц, танков 28 единиц, ЗРК «Стрела-10» 2 единицы, 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Трапира» 39 единиц, 85-мм пушек Д-48 15 единиц, БМП БТРов 35 единиц. Украинское военное командование продолжает пренебрегать безопасностью простых мирных граждан. Так, за истекшую неделю, чрезвычайные происшествия в результате массовых детонаций боеприпасов произошли в двух артиллерийских складах ВСУ, в населенных пунктах Зайцево и Гранитное. По имеющимся у нас данных, снаряды сдетонировали из-за нарушения мир безопасности в ходе разгрузки прибывших очередной партии боеприпасов.